Эй-хей-хей! Добро пожаловать на канал Люцика! Меня зовут Богдан, и ребята, в Роблокс приходит компания Dave & Busters. Девиз компании «Покушай, поиграй, попей и будь счастлив!» Вот здесь можно попить кофе, можно попить чай, а также крутые игровые автоматы. Посмотрите, какие ралли здесь можно устраивать, как на настоящем гоночном болиде. А также есть очень много этих автоматов, просто глаза разбегаются, такие все яркие, разноцветные, с кнопочками. Вы только посмотрите на их игровые залы, просто огроменные, просто здоровезные. Приходи, расслабляйся и играй на полную катушку. Так вот, ребята, эта компания приходит в Роблокс, и будет у нас куча, ну просто море, я думаю, бесплатных вещей. Почему? Да потому что птичка синенькая на клювике принесла вот такие Роблокс-утечки. Вот написано «Dave & Busters». Вот предметы с ивента, которые будут выпущены, и посмотрите, сколько этих вещичек. Вот какие они симпатичные, эти вещи. У меня просто голова сейчас кружится. А также просочилась информация, какие будут мини-игры. Посмотрите, здесь даже есть скриншот этих мини-игр. Я спускаюсь вниз и читаю. Кстати, информация насчет мини-игр просочилась еще 18 сентября прошлого года. А в этом году сейчас, я думаю, уже все будет запуск вот этих мини-игр, и будет запуск этих бесплатных вещей. Вот здесь космос, пчелки летают, и вот такая будет какая-то интересная мини-игра. Здесь это что, регби, большие и маленькие игроки бегают по полю и что-то будут делать в этой мини-игре. Дальше какая-то мини-игра, вообще на страшилку похоже, фонарики, ночь, лес. И вот дальше спускаюсь, потому что дальше будет еще куча этих каких-то вещей. Я не знаю, все ли вещи будут бесплатные. Мне кажется, часть вещей будет платной, а часть будет бесплатной. Но вы посмотрите, сколько много вещей выпускает эта компания из-за того, что она приходит в Роблокс. И, ребята, вы не поверите, но вот эти все вещи уже загрузились в магазин аватаров в Роблоксе. Вот эти все вещи. Ребята, они очень-очень интересны. Давайте их сейчас все детально рассмотрим. Первая вещь – это шлем. И это не просто шлем, это бронированный шлем. И в описании написано «Почувствуйте себя бесстрашным в бронированном шлеме». Вот какой я бесстрашный в этом шлеме. Перехожу к следующей вещи. Следующая вещь – это, скорее всего, верх костюма. То есть сейчас оно так на мне сидит, не потому что оно плохо сидит, а потому что это часть костюма. Если его соединить со штанами, и, наверное, сверху будет или шляпа, или что-то еще, то будет костюмчик. Сейчас возвращаюсь и смотрю следующую вещь. Следующая вещь – это космический шлем космонавта. В описании написано «Космический шлем астронавта – завершающий образ астронавта». То есть этот шлем будет, наверное, не отдельно, а тоже вместе с костюмом. Я сейчас возвращаюсь и, кажется, дальше будет костюм. Да, посмотрите, вот верх этого костюма, верх скафандра астронавта. Ну, как всегда, он на мне вот так смотрится. Но на самом деле, если соединить верх вот этого скафандра вместе со скафандром и со штанами, то будет полный как бы новенький скинчик. И сейчас я возвращаюсь вот сюда. И дальше очень интересная вещь. Вот, посмотрите, я вначале ее принял за туалетную бумагу. Ну, честное слово, смотрите, как будто туалетная бумага, рулончик размотался. Но на самом деле это не туалетная бумага. На самом деле это какая-то запутанная аура из этих, из билетиков, короче. Вот такие билетики на вход маленькие продаются вот в это заведение. И вот такая лента. Можно обмотаться. Я думаю, она будет бесплатная. Так, дальше. Дальше это опять какой-то шлем. Рыцарский шлем. В описании опять-таки написано. Почувствуй себя бесстрашным в шлеме рыцарей. Ну, все. Люцика стал бесстрашным. Какой-то этот шлем похож на клюв вороны. Вот такой клювик может и каркнуть, и может укусить. А вот, ребята, низ скафандра космонавта, то есть штаны, они сейчас не видны, потому что они во мне. А вот они вот такие отдельно. Если соединить с курточкой и с шлемом, то будет полный костюм астронавта. Следующая бесплатная вещь, это наплечный аксессуар медузы. Посмотрите, какая миленькая медузка прижимается к моей щеке. Вот такую медузку я бы хотел бы, конечно, получить. И хотел бы, чтобы она была бесплатненькая. Следующая вещичка, это вот какой-то щит. И этот щит почему-то разработчики назвали щит-зомби. Почему этот щит-зомби, я не знаю. Просто синий щит для ношения на спине, написано в описании. И какой-то он очень маленький, не всю спину защищает. От зомби, наверное, защищает этот щит. Ну, короче, наверное, щит будет тоже бесплатный, потому что он никакущий, очень простой и очень невзрачный. А вот эта шляпа для питья газировки, чтобы вы могли сосредоточиться на игре и избежать обезвоживания. То есть, надеваете эту шляпу, идете в это заведение, садитесь на игровой аппарат и играете, и одновременно пьете вот такую газировку, сладкую или кислую, какая вам нравится, такую и пьете. А вот следующая вещичка, непонятная для меня вещичка, называется знак «Перейти вперед». Что за знак такой? Посмотрите. Что он означает? Я не знаю. Может быть, он как-то связан именно с этой компанией. В описании написано «Прыгай вперед». И я прыгнул, одел, и он у меня торчит прямо из моего живота. То есть, я не знаю, почему так. Может быть, еще что-то там наладят, что-то исправят. Следующая бесплатная или платная вещичка – это вот такой маленький, симпатичненький пингвиненок в наушниках, который мне подмигивает, и который наплечный приятель. Да, 100% наплечный аксессуар. Возвращаюсь обратно вот к этой страничке, на которой куча вот этих вещей, и нажимаю вот на эту шестеренку. Это, ребята, непростая шестеренка. Это аксессуар для задней части. Я не знаю, зачем он нужен и почему он называется «Аркада беговая экипировка». Вот такая экипировка. Наверное, тоже будет бесплатная вот эта шестереночка. Возвращаюсь обратно вот к этой куче вещей. И дальше идет тоже шлем. И не просто шлем, это шлем викинга. Как всегда, в описании написано «Почувствуй себя бесстрашным в шлеме викингов». Короче, любой шлем одеваете от «Дэйв энд Бастерс», и вы чувствуете себя бесстрашным. Возвращаюсь, и дальше что? А дальше интересная штука. Посмотрите, вот эта будочка, вот этот игровой аппарат, называется почему-то «Костюм-коготь-машина». Вот так зловеще называется этот костюм. Я сейчас одеваю на своего нубика этот костюм, и посмотрите, какой я стал бесстрашный. Только я знаете, почему? Не понимаю. Вот лицо у меня находится не здесь, где ручка этого аппарата, а почему-то сзади находится лицо. Вот так вот разработчики сделали вот такой интересный костюм-коготь-машина. И я сейчас возвращаюсь, и дальше смотрим на бесплатные вещички. А это, ребята, знаете, что за шапочка? А это интересная шапочка. Если вы помните, в «РБ Баттле» в этом году и в прошлом году принимал участие блогер английский «Крик Крафт». Так вот, эта шляпа «Крик Крафта», и она тоже будет от «Дэйв энд Бастерс». Интересно, наверное, он тоже будет как-то рекламировать вот этот ивент. Вот эту компанию в «Роблокс» будет рекламировать, и она даже шапочку его выпустила. Платную или бесплатную, я не знаю. Следующая вещь – это что это? Это готовая к игре футбольная футболка. Наверное, 3D, потому что вот так неуклюжа на мне сейчас она сидит. Следующая бесплатная вещь или платная – это шлем и это самурайский шлем. Вы посмотрите, сколько много шлемов выпустила эта компания в «Роблокс». Ну, просто море этих шлемов будет, и я надеюсь, хоть один шлем будет бесплатненький, потому что они все красивые, вот эти все шлемы. Почувствуй себя бесстрашным в «Самурайском шлеме», написано в описании. Дальше что это? А это зомби-питомец. И вы посмотрите, где находится этот питомец. Он не на плече, он где-то сзади меня. Сзади идет, то ли нападает, то ли охранник. Мой маленький охранник – малыш-зомби. В описании так и написано. Малыш-зомби будет следовать за вами по пятам. Сзади будет ходить и будет рычать. Симпатичненький, маленький, зелененький. Надо обязательно забирать, если он будет бесплатным. Ну и в конце, ребята, две вещички. Это нижняя часть костюма. Как всегда, она на мне не видна, потому что она маленькая. Я вначале показывал верхнюю часть этого костюма для аркадного бега. А это нижняя часть костюма. И она еще и коротенькая. Подстреленные штанишки. И последняя вещь – это что? Сейчас переведу. Так, интересно, это брюки. Это тоже низ костюма. Дэйв энд Бастерс. Вот такие штанишки. Интересный ремешок. Оранжевый и с большой круглой железной бляшкой. Короче, ребята, надо сейчас ждать, когда выйдет этот ивент. Сейчас только 2 февраля загрузили эти вещи в Роблокс. А есть такая примета. Как только вещи загружаются, то в ближайшее время начинается ивент. Так что, ребята, ждем и ждем нового видео. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. И не пропустите будущее видео про бесплатные вещи в Роблоксе.